Друзья, всем привет! Вы на канале Охота Больше Чем Хобби. И сегодня в этом видео мы поговорим с вами и обсудим вот эти, я бы сказал, мини-патроны 12-го калибра. Для тех, кто не знает, это так называемые родезийские патроны. Хочу сразу сказать, что этот тип патронов для гладкоствольного оружия окружен мифами. Хотя стоит отметить, что в США эти мини-патроны Mini Shell от компании Aquila пользуются спросами и выпускаются в большом ассортименте. Думаю, что это обусловлено удобством применения таких патронов на большом количестве мероприятий, спортивной и развлекательной направленности. Давайте поговорим с вами, зачем нужны такие мини-патроны и вообще нужны ли они. В этом видео мы также проведем разборку этого патрона и его отстрел. А пока поставь лайк и подпишись на наш канал. Поддержи канал про охоту и для охотников. Итак, классика родезийского патрона это 4 очень больших картичины и 6 поменьше. Задача этого патрона была такова, чтобы картичины поменьше выкашивали джунгли, а крупные поражали цель. В общем, классика жанра. Сегодня считается, что боеприпасы такого типа появились во время войны в родезийском Буше в 1965-1979 году. Вполне возможно. Дело в том, что природные условия в этой части Восточной Африки достаточно интересны. Джунгли, леса и полупустыни. Все смешалось на небольшом клочке суши. Сама война имела ярко выраженный партизанский характер в виде столкновений небольших отрядов, без введения в дело крупных армейских формирований. Гладкоствольное ружье в таких условиях может работать даже эффективней автоматического оружия. Думаю, что это и послужило толчком к появлению этого рода снаряжения. Картичинно-дробовой снаряд на малой дистанции выкашивал местность не хуже автоматной очереди. Скорострельность же помпового оружия зависит лишь от умений стрелка. Я подозреваю, что подобный тип снаряжения был известен и раньше, просто был не настолько распространен. Сейчас патрон применяется в основном в развлекательных целях, но я вот думаю, если его использовать для охоты на вечерках, к примеру, вместо патрона-дисперсанта, малая навеска, хм, интересно. Друзья, напишите пожалуйста в комментариях, что вы думаете об использовании таких вот мини-патрончиков 12-45 на охоте. Стоит ли? Нужно ли? Возможно, это уменьшит расходы при снаряжении патронов для охоты. И как результат, уменьшение отдачи, хорошая эффективность на дистанциях до 25-30 метров. Забегая наперед, скажу, что говорить о подстреле этих патронов из оружия с ручной перезарядкой, предназначенного под патроны с длиной гильзы 65-70 мм и выше, особого смысла не имеет. Проблемы возникнут уже при подаче. Механизм, который рассчитан на большую длину патрона, будет некорректно подавать кратыши. Возможно, двойная подача и перевертыши. Я читал в одну статью, так в США этот вопрос решается при помощи адаптеров, которые устанавливаются в ружье. Эти мини-патроны можно использовать в одной или двуствольных ружьях, но в этом теряется сам смысл их снаряжения. На мой взгляд, качество выстрела при отстреле патронов 12-го калибра с такой вот гильзой в 35-45 мм и с патронника в 70-76 мм особо не пострадает. Это в первую очередь связано со спецификой этих патронов. Они изначально короткобойные и рассчитаны на малую дистанцию применения. Мне еще хочется сказать о самом понятии родезийский патрон. Это патрон крупного калибра, в основном это 12-й или 16-й калибр с уменьшенным пороховым зарядом, который снаряжается в гильзу длиной 35-45 мм. В общем-то, обычный патрон в полиэтиленовой гильзе, но обрезанный на высоту 35-45 мм. Вот я уже один патрончик разрезал и сейчас вам покажу, что внутри. Тут идет, как всегда, капсуль-воспламенитель, пороховой заряд, уменьшенный по сравнению с обычной массой. Поверх него плотный пороховой пыш, как вы видите, или обтюратор, и сразу поверх него укладывается снаряд. Дробь разных размеров, кортечь или пуля. В наше время для снаряжения используют все номера дроби, кортечи и даже пули небольшой массы. Как я и говорил, патрон такого рода массово выпускается за рубежом. Тут видно, что внутри все крайне просто. Никаких хитростей нет, сплошная эффективность. Более того, короткий патрон – это меньший импульс отдачи, что позволяет лучше контролировать оружие при скоростной стрельбе и делает ее более комфортабельной. Поэтому данный патрон будет также интересен для юниоров и стрелков женщин. Стоит отметить, что абсолютное большинство современных практических оружий изготовлены под гильзу 12-76. Не потому, что владельцы этого оружия в основном стреляют магнумом, а просто потому, что производителю невыгодно делать 12-70. Да и плюсы у ствольных коробок под 12-76 есть. Прочность повыше и окна, заряжание и выброса гильзы побольше. А теперь вопрос, как же себя поведет патрон 12-45 на таком просторе? Известно как. Будет переворачиваться, донцем вперед, перекашиваться. У большинства качественных помп – Реминтон, Мосберг, Итака, Винчестер – никаких проблем с подачей таких вот мини-патронов 12-45 не замечено. С полуавтоматами сложнее, перезарядка не срабатывает, да и при ручной подаче бывают косяки. Но что касается одностволок и двустволок переломок, так здесь все по-другому. Естественно проблем никаких. Для правильной подачи таких патронов в помпе надо отвыкнуть, резко передергивать цевьё. Больше ничего не требуется. А теперь давайте перейдем к отстрелу. Реминтон, Мосберг, Реминтон, 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 Р Напишите пожалуйста в комментариях, что вы думаете об этих патронах. Нужны ли они вообще эти 12-45. И не забывайте, что главное при обращении с оружием это безопасность.